Детский хоккей в Котласе развивается во многом благодаря родителям. Они покупают экипировку, за свой счет возят ребят в теплый период на тренировки в Устюг и отдают в месяц за 12 часов занятий на закрытом корте 45 тысяч рублей. Также и поездки на соревнования. Все за свой счет. С приходом зимы траты уменьшаются. Родители самостоятельно заливают корт у стадиона «Салют», шлифуют его, наносят разметку, чистят снег. Детско-юношеская спортивная школа предоставляет площадку, освещение и раздевалку. Но в этот раз зимний сезон тренировок нормально начать не удалось. Приехали с Подмосковья, играли там в турнире с московскими командами. И приехали сюда продолжить тренировочный процесс, а воды нам заливать не дают. Краны в помещении «Салюта» были опломбированы горводоканалом, в котором ждали, когда здесь будет установлен прибор учета. Это законное требование со стороны поставщика услуги. Но тренировочный процесс-то встал, ребята просто бегают с клюшками по корту. С начала недели родители хоккеистов пытались добиться решения этой проблемы и залить корт водой, создать условия. Но в итоге им осталось только наблюдать, как Дюжс и горводоканал пытаются договориться. Оставим этот спор им. Главное, чтобы у одних скорее появился в распоряжении корт, а у других нормальные коммунальные отношения, разногласия в которых уже не будут влиять на режим юных спортсменов. Я хочу заниматься тут, и чтобы мы всегда выигрывали. Зимой у этих ребят каждый день на счету. Тренировки идут постоянно. Они пытаются догнать по уровню подготовки соперников из других регионов, у которых искусственный лед в распоряжении 365 дней в году. В Архангельской области Котловский фрегат уже одна из сильнейших команд. Но такого противника, как бюрократический аппарат, у которого зимой льда не допросишься, они еще не встречали и пока проигрывают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова